всем привет сегодня видео будет о пустых баночках так как месяц мая у нас подходит уже к концу спешу с вами поделиться своими пустыми баночками тем чем я пользовалась то что я закончила хочу об этом обо всем рассказать вам надеюсь это видео вам понравится и чем-то будет для вас полезным накопилось у меня опять баночек очень много целый пакет начну наверное с средств по уходу за волосами есть у меня такие вернее были два продукта таких от бабушки акафи бальзам для волос сбор восстанавливающий какой-то для ослабленных и поврежденных волос на основе кедрового настоя и масел холодного отжима и шампунь мягкий шампунь восстановление и защита для окрашенных и поврежденных волос так как у меня давно были окрашены волос и концы соответственно у меня были раньше окрашены сейчас краска еще не до конца вынулась я специально брала такой шампунь и бальзам я брала уже более-менее чтобы подходил как так шампунь у тоже с функцией восстановления в общем долго говорить о них не буду мне они очень понравились про бальзам не могу сказать на сто процентов что он мне понравился такой 50 50 мне кажется есть и получше я конечно не знаю это первый именно бальзам от акафи которые пробовала шампунь довольно таки неплохой мне понравился даже намного больше понравился чем от планета органика шампунчики которые я уже показывала как-то в покупках скоро в пустых баночках тоже их покажу потому что они подходят к концу еще из разряда для волос у меня закончился тот же бальзам это у меня живой шелк от белита витекс я когда-то давно еще покупала это бальзам шелк для улучшения эластичности волос протеины шелка эластин эластичность и упругость это средство этот бальзам неплохой на мои сухие очень сухие концы мне он не подходил так как у меня во первых користые такие волосы они густые они очень жесткие и вот этого вот бальзама мне не хватало я думаю что этот бальзам подойдет для таких волос которые не секутся концы не сухие но может быть сухие но не настолько вот как солома этот бальзам по сути подходит для таких волос которые особо наверное не требуют ухода это мое мнение мне в принципе не очень он понравился я им пользовалась но не испытывала какого-то восторга рука к нему особо не тянулась поэтому так долго и использовала в общем никогда в принципе больше не возьму и перейдем к уходу за лицом я закончила вот такие вот два средства хотя одно закончила второе еще здесь вот осталось но я его не могу допользовать потому что это средство по уже испортилось это у нас тоник увлажняющий для всех типов кожи увлажняет и смягчает интенсивное увлажнение 24 часа почему я думаю что он испортился во первых потому что запах у него уже не такой как вот был изначально и еще один фактор по которому я определила что он испортился это конечно же то что я им пользовалась это конечно моя ошибка и из-за этого у меня высыпание сейчас на лице мне этот тоник сделал как у на лице в общем он не испортил полностью лицо которое в принципе было довольно таки нормально не то чтобы суперское средство к которому будешь возвращаться каждый раз и покупать его раз за разом нет но как средство которое можно будет за неимением твоего любимого приобрести и попользоваться это да и еще закончился гель для умывания тоже рассад это тоже идет интенсивное увлажнение очищает и увлажняет я его очень хотела попробовать когда нашла приобрела у нас как-то в магазинах не очень можно было его найти сейчас он есть конечно везде как всегда я очень хочу попробовать какое-либо средство и она меня немножко как-то не разочаровывает ну да можно даже сказать наверное разочаровывает ты начинаешь ожидать от этого средства что-то невероятное получаешь просто обычное посредственное средство как-то масло масляное получилось в общем я думаю вы меня поняли потому что в принципе вот эти вот два средства тоником можно пользоваться неважно с каким гелем для умывания он контактирует практически со всеми гелями для умывания ну именно увлажняющим гель сам по себе тоже можно использовать совершенно с любыми тониками не обязательно их в паре использовать именно использовать те же крема именно от этой фирмы это средство не оставила следа какого-то в моей памяти поэтому я думаю можно сделать из этого вывода еще из разряда для лица у меня закончился витамин е я его использовала под глаза на кутикулу в общем куда только было угодно мне можно этим средством также снимать макияж еще из разряда для лица у меня закончился вот такой вот крем это крем от эйванкер освежающий крем гель для лица с экстрактами огурца и зеленого чая 100 миллилитров этот крем я даже не знаю как подобрать слова я очень много хотела рассказать об этом креме но скажу буквально там двух словах конечно же в двух словах мне он не понравился не понравился тем что на нем скатывается тональная основа биби крем неважно что вы наносите вот именно из тонального какого-то средства оно скатывается на лице мне это не очень нравится поэтому я это средство больше не куплю еще у меня закончился крем под глаза от oriflame optimals 15 миллилитров у меня практически полная баночек потому что закончился срок годности у него я его недопользовала я слышала о нем только положительные отзывы что он немного справляется с темными кругами под глазами что он очень хорошо подходит под макияж когда его приобрела мне он понравился у меня был другой крем под глаза и этот я оставила на потом так как он был немножко тяжеловат для меня именно в тот период я по моему осенью его в прошлом году приобретала так как я его использовала именно на день он был тяжеловат и как-то я не подумала о том что можно пользоваться и на ночь я его оставила и потом забыла про него пользовалась другими средствами я просто забыла что у него срок годности полгода когда его уже достала срок годности практически подходил к концу но крем уже был испорчен он даже раньше своего срока годности испортился не знаю почему как я это определила не по запаху запах у него обычный обычного крема кстати знаете что еще этот крем я заметила когда наносишь под глаза если вдруг попадет немножко на слизистую совсем капелька вот внезапно там немножко попало даже если вы будете вытирать немного как-то пощипывает после уже даже того как вы вытерли в общем мне это как-то не очень сразу понравилось я им начала пользоваться соответственно так я узнала что у него закончился срок годности потому что когда я им пользовалась я не знаю недели две наверное я им пользовалась да две недели это точно потому что на первой неделе дня три я попользовалась и на четвертый день у меня начал болеть вот этот глаз воспаляться он мне дергался он у меня болел у меня щипал у меня на пятый день я все-таки им пользовалась этим кремом и на четвертый на пятый день я не понимала сначала что это именно из-за этого крема я думала может быть у меня аллергия потому что изначально просто была вот действительно как аллергическая реакция на шестой день у меня все успокоилось все было нормально на второй неделе использования также у меня начал слезится глаз болеть ныть дергаться я поняла что что-то тут не то потому что у меня просто вот было такое что я сижу я как раз еще была на работе помню у меня просто начинают литься слезы с глаза и получается я не могу даже не смотреть не читать ничего не делать не моргать я даже моргать не могла мне очень была боль я не знаю буду ли я покупать еще это средство посмотрим не знаю кто пробовал скажите может быть у кого-то была аллергическая реакция на этот крем